Как мальчик с пальчиком на самом деле начинается, знаете? Что старуха рубила капусту, случайно отрубила себе палец, завернула ее в платок, и после этого оттуда открыла, там мальчик маленький. Все эти сказки, они же очень переделаны, они в своих каких-то первоначальных вариантах очень многие прямо страшны. Колобок примерно как-то так же. Хотите, я вам расскажу суперкриповую штуку про Мальвину? Всегда хотим. Буратино, это же переделанная сказка про Пиноккио, и, собственно, в Буратино есть Мальвина, девочка с голубыми волосами. Мы все как бы к этому привыкли. Но в Пиноккио такой героини нету. Но сам персонаж встречается. А встречается он следующим образом. Пиноккио идет по лесу и видит дом, в котором темные окна. И он туда заглядывает, и ему навстречу смотрит девочка оттуда. И она белая, и у нее как бы голубые светящиеся волосы. И девочка говорит ему, в этом доме все мертвые. И я мертвая. И, короче, Мальвина это... Роняя деревянный кал просто. Стружку. Стружку, да-да-да. А мне он бежит, потом только думает, погоди, я же тоже не живой. И назад. И начинается музыка из топий. Там сразу, да, открываются какие-то глубинные смыслы. Он же, по сути, как там писали этот... Антропоморфный дендромутант. Ну так, в каком-то... В каком-то смысле. Живое дерево. Он такой, я-то что боюсь? И назад пошел. И назад. Привет, Мальвина. Здорово, мертвые. Мы должны держаться вместе. Ну это правда топи какие-то. Слушай, по поводу топи... Вот, кстати, как мы подошли-то из-за угла. Я бегом досматривал сериал накануне нашей встречи сегодняшней. И у меня возник вопрос, который последовал из наблюдений. Ты так страшно ругаешься матом там в какой-то момент. Это, кстати, было сложно. Вот я хотел про это спросить. Насколько это сложно? Мы сегодня будем матом ругаться? Да нет. На самом деле, я страшная матершинница просто. Но мне почему-то в кадре было неловко это делать. Ну и вообще, у меня есть до сих пор какое-то представление о себе, как, мне кажется, я застряла в самопонимании где-то на уровне 16 лет. И у меня есть ощущение, что мне нельзя материться. Потому что отругают? Подсознательно. Ну мне просто, мне кажется, что вот вы взрослые, а я нет. И как бы мне вот неудобно при взрослых материться. Нельзя при взрослых материться. Это неправильно. Мы настолько взрослые, что при нас тебе неудобно материться. Не, ну как бы если мы разговоримся сейчас, там по полезу черти, но пока... Сейчас начнем. Пока у меня все равно есть такое подсознательное ощущение, что да, и там тоже на площадке все взрослые. И у меня просто не вырывался мат. Еще надо на Суханова матом говорить. Ну вообще, да. Не, ну там потом уже нормально поехало. Но вначале Владимир Владимирович такой, так, ну ты можешь здесь сказать, блядь? И это хорошо. То есть это было не прописано, да? Просто от вас требовали какую-то экспрессию дать. Нет, там был сценарий мат, был, был, конечно. Просто и получилось его меньше, чем он был сценарий, потому что я просто в какие-то моменты там не говорила мат. Не знаю. Но все равно мат это какое-то такое достаточно сильное. Все равно это не всегда как это правильно? Короче, когда ты смотришь и видишь, что кто-то на экране или на сцене ругается матом, это всегда очень сильно выглядит. Ну да. Ну кто-то сказал блядь, в кадре. Ну типа это некий пик. Ой, у тебя прямо, господи, он сейчас сказал мат. Не, ну бывает когда это оправдано, а бывает когда типа ну просто сказали и как-то... Ну согласись, все равно на экране это не так органично, как в жизни. В жизни мы можем говорить, ёб твою мать, через каждое слово, а на экране, если кто-то начинает материться, нас-то почему-то как-то сразу... Давайте весь подкаст сегодня, через каждое слово. Не, ну у нас еще как бы это... Я так и не понял отношения на самом деле в обществе к этому, потому что у нас долгое время, ну как-то табуировано, это была тема особенно в телевизии, в кино. А сейчас еще и запрещали что-то? И у нас... Мат в интернете, да, запретили. И вот я так и не понимаю у нас как вот сейчас, какой статус. То есть у нас как бы можно все-таки... На чьей стороне мат. Да-да-да. Да-да-да. Или все-таки нельзя... Можно, если осторожно. Можно, пока тебе не прилетит в стране. Ну вот, например, в... В ютубе. В сервисе... Это был... Какой сервис, я забыл, на каком мы смотрели? Кинопоиск. На кинопоиске, да-да-да. Ну просто сейчас столько сериалов, то есть я в голове перемешался. Там же было две опции. Такой, извини, а из какого ты сериала в голове все перемешали? Какой сервис? Нет, какой сервис? Они же тоже сражаются за контент, да. И приходится иметь 300-500 подписок, потому что я такой, ну, черт. И там было две опции. 18+, да, и типа обычный. То есть в принципе, видишь, это как бы вот такая тема. То есть ты должен подтвердить, это твой выбор, ты ставишь 18+, да, и смотришь. Там по умолчанию стоит 18+, а если альтернатива, там та же самая звуковая дорожка с запиканным матом. То есть это не переозвученные. По-моему, наоборот. Я каждый раз, когда включала, я переключала на аудиодорожку 18+. Там стоит сначала по умолчанию, да. Вы привираете? Для униженных, оскорбленных, да, аудиодорожка. Там титр даже есть, что с цензурой доступно в выборе, а по умолчанию не важно. Не важно. Не важно. Подробности, которые... Да, нет, давайте об этом поговорим сейчас. Так, и что русский мат? Мне кажется, вообще, ну, не всякий умеет пользоваться, и существует же такая точка зрения, что русский мат, он какой-то мрачный, у него какая-то черная нагрузка. А вот английская брань, значит, она, видите, для жизни... Фоккинщайд! Да, она жизнерадостная, все сразу смеются. А как только начинается про маму и гениталии... Странная песня про Востоков. Да, и причем самое забавное, что когда мы смотрели вот эти западные фильмы, где на самом деле актеры, ну, ругаются... Просто через слово. Там факт через слово, но поскольку... У них просто бедные очень... Но поскольку мы это смотрели в кинотеатрах, на телевидении, мы всегда привыкли, что они ругаются... О, блюдо, к мать твою! Да-да-да-да. Черт! Жопа! Да-да-да. Даже жопы нет. Да-да-да, даже жопы нет. И поэтому, конечно, мне кажется, появление мата сейчас на федеральном ТВ, вот поэтому это всегда вызывает... Есть мата в федеральном ТВ? Ну, давайте... Ну, недавно к нам приходила заточка с Чеботковым, да, и он рассказывал про ТНТ, в котором как-то порционно разрешают какие-то там, значит, слова. В какой-то момент они разрешили слово пидорас, и все, значит, стендаперы, которых фиксируют и потом выкладывают или на Ютуб, или на охватный свой Ютуб выкладывают потом ТНТ, или они выступают по ТВ, они начали на этом пидорасе ездить просто, как будто других слов нет в русском языке, в принципе. Матерных, нематерных. Я помню, представляется, заголовок в России разрешили пидорасов. Да-да-да-да. Заголовок этого подкаста причем. И слово мудаково вроде как бы даже иногда прорывается, по-моему, даже чуть ли не... Ну, это нематерное слово, как и слово пидорас, кстати говоря. Вот, то есть... Мудаки и пидорасы, короче. Это можно подкаст так назвать. Официально вы же разрешили. Так вот так и называется. По поводу мата на площадке. Вот у меня есть ощущение, представление, окей, оно может быть заблуждение, что, в принципе, ну, съемка кино, как и любой такой процесс, где задействовано огромное количество людей, техники, случаются постоянно какие-нибудь внештатные ситуации. Мне кажется, что, в принципе, мат там стоит такой, ну, в целом, такой рабочий. Ну, конечно. Естественно. Видя, так кивнул уважительно. Да-да-да. Ничего себе. Нет, ну, в том смысле, что даже в этой обстановке, когда там, не знаю, там, оператор, осветитель, друг от друга орут просто 24 часа. Да ёб твою мать! Не уярили, раскуняли. Там не была прям такая настолько напряженная обстановка, всё-таки там была достаточно интеллигентная, и Владимир Владимирович Мирзоев тоже достаточно интеллигентный человек. Вот. Так что, ну, не знаю, нет, просто всё равно, я как-то такая, я немного воспитанная девочка. Ага. Вот. И даже если там, там, пусть делают, что хотят, я... Я не такая. Я не такая. И пошла цветы собирать. Друзья, Сокий Волочинский, подкаст «Отранительные мужики», 190-й эпизод Александра Каныки. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Зуев. Здравствуйте. Меня зовут Тока Сальников, Соня. Спасибо, что ты к нам сегодня присоединилась. Мы про Топию непосредственно, конечно, уже поговорили. С кем? С Луковским. Молодец. Машнее задание. Поэтому хочется больше поговорить про то, что было около, про съёмки и про актёрскую школу современную. В принципе, давай нам сливай скорее всю фигню и проще. У нас в гостях в прошлом году ещё мы три раза подряд, ну, практически обсуждали сериал «Эпидемия». Так угорели, ну, типа без... Ты смотрела «Эпидемия»? Нет, не смотрела. Нет. О, «Эпидемия» обязательно. А Топию смотрела? Да. И в какой-то момент к нам под конец года присоединился Ильдар Калимулин, который сыграл одного из главных героев там. И он просто... Я друзьям показывал, они такие, это всё круто и очень интересно, но у него же будут проблемы после этого. Я не знаю, кстати, по его инстаграму проблем не наблюдается. Вроде нет у него проблем. По-моему, тоже нет проблем. Так и у тебя, значит, не будет никаких проблем. Нет, мы ещё что-то интересное, мы с Ильдаром из одной мастерской, то есть как бы мы учились у одного человека, поэтому можем проблемы друг другу перенять. Ну, давайте тогда начнём со съёмок. Ситуацию на съёмочной площадке мы начали кратко обсуждать. Дичь, вот эта вся деревня, вот эти вот замкнутые сферические топи. Где вы находились в этом моменте физически, реально? При этом я смотрел, например, были какие-то видео... Жили в палаточном городке, я не знаю. Видео и фото со съёмок, и там вы такие весёлые сидите. Нет, там на самом деле была такая хорошая компания, всё было очень приятно, было весело. Это был такой потрясающий контраст с происходящим, на самом деле, вот непосредственно уже в кадре. Жили мы там в гостинице, всё в порядке, нас просто возили каждый день туда. А что это такое? Это какой-то посёлок или... Это натурплощадка Беларусьфильма, там построили эту деревню. То есть это не настоящая деревня? Нет, нет, это площадка, специально сделанная, всё там как бы зафактурили, поставили эти машины, вкопанные уже в землю, поросшие. Там всё это сделано, да, это всё художники. А что потом здесь сделали? Или теперь это... Ну она есть. Это площадка, да? Это площадка, да. Эта площадка, просто её, я так понимаю, как бы достраивали для того, чтобы она стала топами. То есть её как-то доводили художественно до нужного внешнего. Ну а болота все вот эти вот... Всё это было разбросано по Беларуси. То есть вот, допустим, монастырь — это Брест, а деревня — это Минск. Там что-то где-то ещё под Минском, в лесу, там подальше от... тоже там в районе вот этой натурплощадки, но подальше. Ну то есть там все локации, как всегда, такое часто бывает в кино, что там одна комната снимается в Петербурге, следующая комната снимается в Курске. Ну то есть там, ну... Соседняя комната буквально. Да-да-да-да. Я про то говорю, но это я иронизирую, конечно. Круто снято, потому что у всех было ощущение, что вы реально уехали куда-то прям на север там какой-нибудь там, не знаю. Ну да, было ощущение, что это что-то настоящее такое, прям живое. Ну это здорово. А это реально под Минском, то есть получается... Ты разочарован ведь. То есть вы жили в Минске, да? Да, мы жили в Минске. Офигеть. Мы жили в Минске, как раз во время волнений в Минске. Так, вот, 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 так, 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 и... Это было здорово, это было очень красиво. Я просто, я один раз случайно попала в митинг, прям в центр митинга, я причем не планировала. Как случайно можно попасть в центр митинга? У меня, у меня папа из Минска, и все мои ближайшие родственники там, и я поехала просто к родственникам в гости, села в такси, а там как раз началась демонстрация. Аксист, извини, я не могу тебя везти, еду в центр Минска. Вот, а там нужно было проехать через центр, она только началась, ну, как бы, я и таксист думали, что мы сейчас проскочим, а вместо этого получилось так, что я оказалась единственной, именно наша машина оказалась единственной, сомкнутой толпой, прям посреди огромного митинга. И я вот так сидела в этом, потому что, ну, то есть, это благо уже было то время, когда людей перестали стрелять на улице, и уже начались такие более-менее мирные демонстрации, без такого количества задержаний, как было в начале, и ужасов всего. И это было очень красиво, потому что я вот в этой машине оказываюсь там, и понимаю, что у меня уже ни справа, ни слева нигде, я просто одна там, в этой машине еле-еле плетусь среди толпы, и она начинает расступаться, и там люди кричат, типа, эй, вы видите, машина едет, пропустите машину, они мне в окна машут, я им говорю, они мне говорят, у вас там ОМОНа нет, я говорю, да, там под ковриком, сейчас вы, ну, то есть, какие-то начались шутки с этими людьми, и там все просто, и как-то, как-то, ну, вот, без агрессии, без какого-то вандализма, без злобы, и вот прямо, а, и самая там была красивая, красивый был момент, когда выезжает из-за поворота машина скорой помощи, и все эти люди начинают аплодировать, вот эти сотни людей, и я расплакалась в этот момент, это было просто невероятно, это было все с такой, прямо, какой-то дух такой общий был, очень красиво. Ну, закончилось-то все хорошо, выехали, сериал, да, сняли. Сериал, да, как видите, я сижу, все в порядке. Софья, почему вы опоздали на съемку? Вы не поверите. Да я на пробах была, потому что неожиданно. Ну, подожди, а как вот вы входили в кадр, и все-таки очень большой контраст между, ну, типа, у вас все хорошо, вы живете в гостинице, у вас там прекрасная обстановка, вы там между собой наверняка общаетесь, и вдруг вы входите в кадр, и вам говорят, так, у нас все... Ваша подруга пропала, у нас все плохо. Вам отрубили голову, и за вами охотятся непонятные субханы. Как вас на это заряжали? Что вам говорили, чтобы вы как-то были не такими веселыми в кадре? Ой, ну это целое дело, конечно, сейчас об этом... Это называется актерское мастерство, Александр Юрьевич. Но на самом деле, когда артист, когда вот начинаются все эти истории с тем, что я не могу, как бы я вот сейчас вхожу в роль, или когда вот этот артист выходит из кадра или со сцены, и все, как бы это... В этом есть какая-то неправильная болезненность, на мой взгляд, и какая-то непрофессионализм, а уже немножечко что-то на грани с... Жеманство такое, да? Это даже не жеманство, это может быть либо жеманством, либо это уже может быть с чем-то на грани с безумием. Потому что все-таки, как бы вот там говорят, что сцены лечат, допустим, есть такая фраза, то есть там артист может прийти на спектакль с температурой 38, а выйти со спектакля с здоровым человеком. То есть там на самом деле, как бы происходят какие-то вещи... Пропотел! Ну, не только пропотел, нет, это же как бы какая-то моральная работа, к чему я хочу все это. Конечно, конечно, да. Потому что... Мы не имбецилы, мы понимаем, мы просто шутим не в попах. Я поняла. Чтобы потом нарезать. Я не считаю имбецилы. Я не считаю имбецилами просто добавляю, вкрапляю что-то. Вот. Конечно, все серьезно относились к работе. Не то, чтобы как бы мы там балду пинаем, а потом заходим и что-то пытаемся из себя выжимать. Как мы? То есть там все готовились. То есть там все готовились, все как-то... Если какие-то были очень сложные сцены, естественно, там никто не пиздел за кадром, не ржал. И... Ну, там иногда надо, наоборот, сбросить. То есть происходит, вот там вы уже четыре часа, с него там четыре часа мы там уже снимаем, как меня хозяин выводит из круга. И как я стою с этим ружьем, трясусь. И как бы вот сейчас, как бы вот буквально через полчаса экранного времени мне уже отрубят голову. Естественно, как бы спустя четыре часа нужно было как-то сбрасывать это. И начинали там под мышкой твердить, знаешь, вот эти детские шутки такие. На самом деле, на самом деле, это ведь правда так, ведь в этом долго находиться очень сложно. Нужно как бы... Поэтому и шуток было много, поэтому как-то и появлялись... Нужна легкость в этой ситуации, вот. И, конечно, как бы себя там закапывать, я говорю, это будет просто на грани с безумием, потому что, правда, было периодически очень морально сложно. Ну, то есть я вот там после сцен в клетке, которые были, я приезжала в гостиницу, я просто рыдала, сидела. Потому что на площадке, как бы ты в работе, ты не чувствуешь какого-то... Какого-то вот этого внутреннего ужаса, который отзывается на происходящее. Он уже тебя потом догоняет, когда ты оттуда уезжаешь. А у тебя смотрели, например, родственники сам сериал? Просто вот эту сцену с отрубленной головой. Ну, и сестры, да, смотрели. Что? Какая реакция была? Ну, да нет, как бы у всех нормальная реакция, все понимают, что это кино. Ну, понятно, с одной стороны, понятно, что это кино, но с другой стороны, все равно. А с другой стороны, да, был фильм-текст, да, и все что-то не очень поняли, по-моему. Это вот я вообще не понимаю, когда вот это вот, я видела этот фрагмент из текста, это понятно, что это монтаж, я не поняла, что это был за бум такой всенародный, что там кого-то где-то трахнули, это же понятно, что это не так. Мне кажется, это пиар, который просто пошел не туда. О, свернул мы еще хотели спросить, вы закончили? Мы общаемся. Ну, давайте. Ну, там понятно, что там кто-то, молодой человек, когда мы с ним смотрели, ему прям было плохо смотреть на то, как там надо мной издеваются, ему прям было неприятно это видеть. Ну, да. Ну, то есть, как бы, но все равно, то есть, это прям в процессе, просто им страшнее смотреть немного, потому что они все-таки видят, там меня, им сложно абстрагироваться, увидеть там персонажа. Вот, но у какого-то там прям возмущения или вопросов, как можно было на это согласиться, нет. Руки в бой, как это на это пошло? Как это на это пошло? Не позволительно. И на самом деле кто-то спрашивает, а вам не страшно было? Вас же там убивают. Вы не боитесь? Ну, что, они не понравились? Ну, да. Слушай, а были еще какие-то байки, что, опять же, это вот из этих видео со съемок, и там, типа, вы знаете, эти места действительно мистические, у нас отключались телефоны, у нас раздавались звуки из-под кровати. Ну, конечно, аккумулируется же среда, такое может быть. Ну, что было самое страшное? Какое интересное. То есть, ты про что сейчас спрашиваешь? Про площадку просъемочную? Да, про искусственную. Легенда про искусственную деревню, да? Да, да, да. Хорошо, ладно. Не, ну, как бы вопрос же не в том, в каком месте это происходит. То есть, главное же, ну, не сама локация, а то, что как бы атмосфера, которая там создается. Ну, вот в монастыре, например, вот мне кажется, самое... В монастыре, если вы заметили, у меня вообще нет. А, не было, конечно, да. У меня не было. Я была только у монастыря. В монастыре там свой движ. Ну, я заходила туда, мне было интересно, я там ходила, просто смотрела, когда там были смены. Ну, вот был момент, когда вот мы снимали дома у бабы Нюры, и вот мне там начало становиться очень плохо в один момент. У меня начала кружиться голова, темнело в глазах. Я выбегала после дублей, просто вот так на улицу дышала, забегала обратно, потому что просто, ну, было очень тяжело. Да, физика как-то откликалась на это. Слушай, а монастырь действующий? А, нет, нет, это заброшенное место. Я просто как раз хотел узнать, как пусть пускали. А там, на самом деле, он еще и дорисованный. Это просто выглядело... Он, по-моему, выглядит довольно заброшенным. А деревня выглядит настоящей, чуваки. Извините. Монастырь был дорисован потом на постпродакшене. Там, на самом деле, это просто такое плоское, похоже на бункер здание. Там вот эти все купола. Один этаж. Вот это все, да, там один этаж, на самом деле, был. Там потом их дорисовали уже. Это даже на монастырь не было похоже. Везде обман. Тут Бункин заброшен. Магия кино. По поводу, как там народный... Народная слава? Народный бум, вот это все. У нас был вопрос, пока мы здесь пошутили все шутки, значит, выставляя оборудование. У тебя, скажем так, яркая, национально яркая роль. Национально обведенная. Существует ли у тебя какой-то, не знаю, специальный почтовый ящик, в который тебе падали какие-нибудь странные письма? Не писали ли потом с угрозами, не звонили ли, или что-то такое? Я очень боялась, что так будет. И в один момент я даже, я помню, я говорила с продюсерами, типа, нормальный лишь, потому что Чечня, это там не Армения, не Абхазия, нет, это именно Чечня. И вот это было страшно. Но мне ни разу не написали. А это, по-моему, даже не озвучено было, подразумевалось. Там очень много вырезали, где говорилось про Чечню. Там такие полунамеки, вот эти вот проводницы, которые... Там есть довольно очевидные моменты, именно с этим отбитым солдатом, но там, собственно, все, в общем-то... Там вокруг этого и вертится, вокруг этой темы. Там вокруг этого и вертится, и было все довольно... Вот они из этих сцен очень много вырезали. Хорошо, а, может быть, благодарных, наоборот, сообщений, что вот вы показали... Наших женщин. Да, как и должно. Да, это было. И для меня это были самые ценные комплименты, наверное, которые мне писали. Что люди говорили, а я задумался об отношении к людям, приезжим оттуда, а я задумался о том, как им... А ведь правда это вот так вот. И вот это было для меня, наверное... Ну, вот это, наверное, самое дорогое, что я получала от зрителей. Но угроз не было, слава богу. Но я причем думала, но, наверное, они же будут понимать, что даже там, если кому-то и не понравится, что в таком свете выставили... Виноват же не артисты. Виноваты другие. Не всегда. Кто-то понимает, кто-то не понимает. Ну да. А вот изначально, когда там были пробы, или первые какие-то там, может быть, концепт, сценарии и прочее, когда тебе сказали, что да, вот нужно будет играть, соответственно, чеченскую женщину. Расскажи о попадании в этот сериал. Не, не, а вот сам первый. То есть ты думаешь, подождите, я буду играть кого, простите? Ну, как бы, ну, я вообще-то из Беларуси. Вы как вообще? Вообще я еврейка. Это вот, как бы, я по национальности еврейка. И я помню, когда мне только прислали сценарий, и я увидела, что он пробуется на Элю Мусаеву, чеченку. А надо мной кто-то из моих товарищей артистов все время там потрунивал, что, типа, вот тебя будут пробовать на роль с ярко выраженной национальностью. И никогда не пробовали. Вот вообще. И это была первая роль с ярко выраженной национальностью. И получилось, что это первое мое утверждение на большую роль. Они были правы. Вот. И как-то я это увидела, и подумала, боже, я же даже не похожа на чеченку. Ну, типа, совсем. Я думаю, нет, ну все, ну точно, нет. Ну, там взяли чуть-чуть нос с горбинкой, брови темные и глаза. И я даже не думала, что это произойдет. Я помню, вот я... Это была очень забавная история проб. Туда, потому что я приехала, я отдыхала, я приехала. И вот у меня следующий день пробы. Я спала час. У меня был длиннющий перелет. Я туда приезжаю просто в Невминозе. А, и они еще меня попросили, мне отправили сценарий и говорят, выберите сцену, которая вам нравится. Я в итоге выбрала там шикарную сцену, ее, к сожалению, вырезали потом из сериала. Да, это просто, на самом деле, я не знаю, почему, потому что она... Какая стена вам понравится, когда вы в клетке сидите, и вот голову отрубает. Выберите, пожалуйста. Выберите, пожалуйста. Ну, вот там это и была сцена, когда я сижу в клетке. Это вот была одна из этих сцен. И она такая была, прямо самая центральная в роли. Там ее был монолог, где она рассказывает как раз про то, как она не может противиться именно чеченским мужчинам, что как бы вот с русскими она может отказать, может сказать нет, может сопротивляться. А если они ей говорят, она ничего не может сделать, и как руки опускаются. И вот там прям такой целый монолог. И это важно же для финала истории этой героини, на самом деле. Да, я не знаю, почему эту сцену вырезали, не спрашивайте меня. Может, потом будет еще режиссерская версия. Вот, я бы хотела бы увидеть режиссерскую версию. Тоже 4 на 3, да, Снайдер каждый. 4 часа. Каждая серия. Ну, на самом деле, думаю, что да, скорее всего, хронометраж, конечно. И, наверное, там и в целом, как бы уже зачем еще словами добавлять? Я думаю, там было бы и так понятно, что это мой триггер какой-то. А так я еще это и словами объяснила. Ну, есть там причина, по которой это можно вырезать. Вот, я выбираю эту сцену. Я даже, я помню, я как-то толком, вот я только успела прочитать, прихожу. И, я не знаю, как, у меня как-то, у меня есть мое собственное понимание, да, какой-то внутренней несвободы, какой-то внутренней зависимости, какой-то вот невозможности даже вот именно, не мужчины там, хотя и были там какие-то, да, вот у меня ситуации в жизни, когда были какие-то там такие отношения, когда ты просто находишься под огромным давлением и не можешь этому сопротивляться. Абьюзивно это. Ну, да, да. Я думаю, что, мне кажется, каждый человек проходит через это в той или иной мере. Вот, был какой-то такой опыт, и у меня это как-то так соединилось, что вот я просто там один или два раза читаю этот монолог, Владимир Владимирович Мирзоев кивает, я выхожу, и через две недели мне говорят там примерно, что меня утверждают. И все. И у меня не было вот этих безумных, как у актеров бывает там, ансамбль на восемь часов, пробуешься со всеми людьми, которые только есть сейчас на меди, и там потом еще грим, костюм, вот это все подходит, не подходит. Нет, просто вот так это было, оп, и все. А как вообще с пробами происходит вот это, назовем это, конвертации? Ну, условно, актер в месяц 30 раз пробуется, и в итоге утверждает на одну роль. Какой процент имеешь? Какой процент, да. Как вот, сколько проб вообще актер обычно проходит? Прежде чем его утверждают? Зависит от актера, от удачи, можно всю жизнь пробоваться и никуда не попасть. Я правильно понимаю, что это жизнь, которая состоит из кастингов, 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 кастингов? То есть постоянно пробуются всегда и везде, или как? Ну, вот пока условно... Если только вдруг тебя не взяли сыграть, я не знаю, чудо-женщину, и тогда, понятно, перспективы на всю франшизу. Это не факт. Ну да. Это не факт, что будут какие-то перспективы после этого. Когда я вот только поступила в институт, нам кто-то из педагогов сказал, они сказали, ну, ребята, профессия актера — это уметь ждать. И вот ты все время ждешь, ты большинство времени ждешь. Мы вам перезвоним. Да. И вот я первый раз пошла на пробы в середине первого курса института. Вот я первый раз ходила на пробы. А сейчас ты на... А сейчас... Ну, сейчас вот прошло шесть лет с тех пор. Шесть. Тебе еще не перезвонили с тех первых. Да, с тех мне не перезвонили до сих пор. Ну, мой, еще не так много времени прошло. У меня не ждать. Ну, это я к тому, что вот только спустя шесть лет, шесть лет хождения на пробы, когда-то стабильного, когда-то чуть менее стабильного, у меня вот первое утверждение на большую роль произошло. А вот у нас как раз было с... Такое не вдохновляет, я думаю, молодых актеров. С Ильдаром же как раз мы это обсуждали, что молодых актеров как-то... Ну, типа, дедовщина есть некоторая. В смысле? Что, типа, если у тебя небольшой возраст, то к тебе как-то относятся, ну, не так круто, я не знаю. Ну, по крайней мере, нам так рассказывали, да. Не круто, это к нему не круто относились здесь. В смысле? Ну, в смысле, ну, типа, если у тебя... Ставка, очевидно, меньше, соответственно, требований к тебе больше. Условие более скотские. Да, да, да. Условно говоря, есть актер, которому 23 года... Через митинг поедет, алло. И которому там 30 с лишним лет. Вот, как бы, 23, он такой менее. Ну, дебилы, да, наверное, так относятся ко всем, перед кем они не зависят. Но мне повезло, я как-то с такими не сталкивалась. То есть, как-то... И я в один момент мы с агентом и договорились, что меня даже не отправляют на совсем, вот, типа, третисортный проект. Да, что я туда даже не хожу. Вот, и я не чувствовала к себе такого отношения никогда. Но, конечно, есть там всегда, там, перед актерами известными, у которых ставка выше 800 тысяч за смену, перед ними, конечно, всегда будут стелиться, потому что, как бы, это не они их выбирают, а это актеры выбирают себе проект. Да, согласился такой. И, конечно, как бы, тут они меняются местами, им нужно их ублажить. Конечно, такое есть, но я, благо, не видела это своими глазами, потому что у меня, наверное, бы они вытекли, если бы я это увидела, потому что для меня это, ну, что-то отвратительное. А, нет, вру, один раз у меня была ситуация такая. Один раз режиссер, я пришла на пробы, и там со мной был партнер, очень известный молодой актер. Не буду имени говорить. И я видела, как режиссер... Нет. Я видела, как режиссер стелится перед артистом, а меня просто в хуй не ставит. И я прямо... И я стою, и вот, и это было очень смешно, потому что мы снимали сцену, он там, как бы, тебя снимает сначала с одного ракурса на тебя камера, потом там с другого ракурса камера на твоего партнера. И, значит, на меня снимали один раз, а на него семь. И он выставлял ему даже каждую паузу в его словах, чтобы просто вот как бы... Вот чтобы идеально все проговорил. А мне он говорил, ну, и вот как-то... Ну, отойдем там, нормально, дорисуем потом. Я ему задавала там какой-то вопрос, извините, а вот ты моя героиня. Да. А, так вот, я тебе хотела. И прямо... И прямо вот мне так... Мне так тошно стало от этого. И мне казалось, что я просто в какой-то сказке, где какой-то принц вот есть вот этот, перед которым слуги стелятся все. И не пачается, да. И дай бог ему не угодить, да. Угу. Вот это да. Но это единственный раз такое было у меня. Ну, то есть можно избегать этого в жизни, будучи актером, да? Или вот как ты молодой, и так вот хочется работы. Ну, как ты будешь это избегать? Ты же не знаешь, что сейчас с тобой произойдет. Ну, ты не знаешь, кому ты придешь. Ты не знаешь, что тебе попадется. Вот. Ну, да, конечно, это местами бывает достаточно унизительная профессия. Да. Как Брунов сказал в одном из интервью, актер — это очень зависимая профессия. Да. Безусловно. Это просто невероятность. Потому что ты сам за себя не отвечаешь. Ты можешь быть очень классным, ты можешь вкалывать как вол, ты можешь быть невероятно талантлив, но твой типаж не подошел. Или там, вот, продюсеры хотят медийного. Мы вот невероятные талантливые, а нас никуда не зовут. И вот есть такая шутка же, что чтобы тебя утвердили в кино, надо сняться в кино. Угу. Да-да-да, без опыта работы. Опыта работы от трех лет. Да-да-да-да. Может, тебе что-нибудь расскажешь невероятное? Может быть, ты играешь в компьютерные игры? Да уже стало ясно, что нет. Я не играю, потому что я в детстве много играла. Может, ты боксом занимаешься? Ага. Я занималась боксом. Кстати, вы задавайте вопрос, я и в игры играла, и боксом занималась. Поехали. А, так, еще раз, еще раз, минуточку, минуточку. Да, да. А что значит много играла? И на чем? Ну, у меня был второй PlayStation. Да, вопрос запишем, у нас не получился. Да, Mortal Kombat. Все, 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 нормально, база есть. Нет, без каких-то тоже, я там слышу периодически какие-то названия, которые там уже существуют давно, я их не слышала никогда. Просто мне нельзя играть, я начинаю прям играть. Я бы могла стать вот этим вот прыщавым, жирным. Чуваком с джойстиком начать, мам! Как мы. Да, запойно. Ну, вот ты сейчас человек искусства, ну, я думаю, что это нормально так сказать. Вот, с точки зрения человека искусства, видеоигры искусства могут быть искусством? Конечно. Или вообще даже... Конечно, конечно, мог смысл. Но это... Конечно, это отдельная, мне кажется, абсолютно платформа, которая может быть искусством. Там же это как... Ну, это же тоже как фильм почти. Там же тоже есть своя история. Она может быть интересной, может быть философской, может быть глубокой, а может быть, ну, поверхностной какой-то. Все может быть. И у меня вот есть товарищи, которые играют, и играют как бы не просто как залипают, а им интересна вот именно сама история, они как бы в нее погружаются. Конечно, может быть искусством. Ты когда с театром закончишь амбиции свои реализовывать, приходи к нам, мы тебе подскажем дорожку, как делать искусство. Хорошо, хорошо. А бокс что? А бокс я очень люблю, это один из моих самых любимых видов спорта. Подеремся? Прям сейчас. Так и что? Выскочим раз на раз. Ты все еще занимаешься? Сейчас нет, но я вот где-то... Ну, чем-то ты занимаешься? Года четыре я занималась боксом. Это больше, чем Петр. Сейчас у меня в институте, вот у меня два раза в неделю классический. Она выше меня на голову еще. Два раза в неделю современный. Да. Два раза в неделю классический, два раза в неделю современный и акробатика у меня в институте. Мне не до бокса чуть-чуть. А фехтование преподаются еще? Было, было у меня фехтование. Серьезно? Да. Я не знаю. Тоже надо убрать это из института в чертовой матери. Я не знаю, почему они убирают. А раз и плохо? Бессмысленно. Если тебе в фильме захотят, чтобы ты фехтовал, тебя научат фехтовать. А так, мне до сих пор ни разу не пригодилось фехтование. И это просто трата времени, которым нужно было бы на что-то нападать. Может быть, хорошо, что не пригодилось. Это, знаешь, разные ситуации. А то напали на тебя в темном перилке, ты хуяк с арматурой. Шампур так, шампур так. С вялой арматурой, вот с этой вот фехтовальской. И бить-то ты не можешь, это же театральное фехтование, ты можешь только типа бить. Почесывай. Но ты убедительно, убедительно типа бьешь. Так, убедительно бил, и что? Не, зато потом на камерах слежения, которые висят, красиво будет. Да, да, да. Полицейские такие, да. И потом меня посадят, хотя я ни разу его не ударила, знаете, как. Не ударила, но зарезала. Убедительно, убедительно. Да, в кино это было убедие, полицейские такие. Встают. Просто вот это начинает. Человек театра. Искусство. Про современную актерскую школу. Расскажи немножко, пожалуйста, про это, потому что мы понятия не имеем, чему сейчас учат актеров и как это происходит. Какие-то вещи я знаю, потому что у меня были друзья и подруги, которые так или иначе связаны с театром или обучались где-то. И я примерно представляю себе, что такое мастерская, как вы друг с другом работаете. Но очень примерно. Я больше, чем сейчас сказал на эту тему, никогда никому ничего не смогу сказать. Поэтому хотел спросить у тебя, чтобы ты мне рассказал. Я стал чуть-чуть умнее. Ну, конечно, на самом деле театральный вуз – это, наверное, одно из самых прекрасных и самых ужасных мест. Потому что я, наверное, нигде не видела какой-то такой сродненности между людьми. Потому что вы проводите друг с другом все время. То есть там я не жила, допустим, в общежитии, но вот вы приезжаете в 9.30 утра, уезжаете оттуда в 11 вечера, а потом вы живете еще в одной комнате в общежитии и еще вместе работаете. И в одних группах там занимаетесь всем. То есть там невероятная сродненность, уже такая прямо на уровне отсутствия даже любого личного пространства. И при этом я видела огромное количество сломанных психик просто человеческих и растоптанных абсолютно людей. То есть в процессе, то есть... Или это происходит из-за ожидания, что типа я такой гениальный, и вот возьмите меня, а не берут, и от этого ломается. Ну, понятно, что это... Ну, я бы собрала бы комиссию бы какую-нибудь бы классную, прошлась бы по всем театральным вузам и нахер бы уволила 90% педагогов. 90%? 90% педагогов я бы к чертовой матери уволила, потому что я наблюдала гигантское количество... Потому что очень часто педагогами становятся нереализованные артисты. Естественно. Они приходят в педагогику и начинают всю свою нереализованность, все свои обиды на эту профессию транслировать на этих детей, которые смотрят им в рот, верят каждому их слову, и они в итоге превращают из этих талантливых, легких, свободных ребят, зажатых, неуверенных в себе, не могущих сказать слово, потому что им не разрешают выражать свое мнение, и их разрешают только слушать, потому что они знают лучше, как надо. И я видела людей, у которых болезни начинаются, у которых приходили прекрасные люди, а уходили, в общем, черт пойми, что такое. А почему таких педагогов вообще берет кто-то? Потому что других нет. Никто, а они, их никто не проверяет, там, ну, вот работает он уже 30 лет, и кто ему скажет что-то? Работает дальше. И я вот, я очень часто видела такие ситуации. И у меня вот даже есть, у меня есть знакомые девочки, они сделали целый, как бы, вот такой сайт, он как группа поддержки для студентов театрального института, которые подверглись вот такому буллингу. Там же прям, то есть, вот современный сон, там можно назвать буллингом, там очень часто это происходит. Только вот прям со стороны педагогов. И это происходит, естественно, публично, я не знаю, при всех, унижение, при всех, просто. Ты чмо, ничего не можешь, и голос у тебя писклявый, и вы смотрели в фильм «Одержимость». Конечно. Ну вот, это яркие примеры, таких очень много. Ты смотрел «Одержимость»? Ну, столько фильмов с названием «Одержимость», поэтому. А, «Выблыш», да, называется. Вот, это вот прям про это история, про то, как уже вот, есть понятно, да, что там, и есть другая каранда, что сюсюкаться тоже нельзя, потому что выходят эти парниковые ребята, которые вообще не понимают, как все на самом деле устроено потом, и, как бы, теряются, встречаясь, как бы, с этой жесткостью, и с этой не... как я забыла это слово? Нетерпимостью. Нетерпимостью, да, в этом мире, да. Но и есть вот крайность, да, как в фильме «Одержимость», когда это уже просто переходит все грани и становится вот именно растаптыванием личности. Ну, тут все равно немножко странно, мне кажется. Ну, то есть, допустим, да, у какого-то педагога стаж 30 лет, и он пережил много поколений других сотрудников этого учебного заведения. Но, ну, то есть, мне кажется, что на начальных этапах стоит смотреть, что этот человек сделал и почему он идет работать педагогом, а на поздних этапах стоит смотреть, кого он выпустил из вуза. Слушай, ну ты представляешь, в каком возрасте идут учиться люди, и, естественно, я думаю, у них нет в голове такого... Я имею в виду, что есть же какая-то там полиция нравов внутренняя в каждом вузе. Ну, как бы, как бы, а это полиция нравов, вот, я знаю, вот, бывало такое, что прямо курсы сживали педагога какого-то. Они прямо, то есть вот, я там знаю историю, как один курс вот в ГИТИСе, там был педагог очень такой прям, ну, он некомпетентный, я бы сказала, и они просто его выгнали с курса. Прямо собрались. За ухо. Ну, вот буквально так это и было. За ноздри вот так просто. Просто собрались, пошли, и этого педагога больше у них не было. Бывает такое, но это вот, когда такой сильный коллектив, когда там в коллективе есть сильный лидер, который может всем сказать, ребят, не надо терпеть, ну, то есть, там, и бывают еще ситуации, да, когда есть какой-то очень жесткий человек, но он тебе предлагает творчески что-то важное, интересное, и ты готов как бы пойти там на это, несмотря на какие-то сложности характера, потому что очень многие, на самом деле, великие люди были достаточно сложным характером. Конечно. Не знаю, если будут говорить какие-то театральные фамилии. Мы можем сказать не театральные, но после этого... Мастер был такой великий Гончаров, он был педагогом моего мастера, и вот мой мастер Галамазов, он рассказывал, что вот он заходил в аудиторию, открывал рот, начинал орать, и не прекращал орать, вот пока типа не заканчивалось занятие. Он просто орал все время. Он кидался стульями, он курил еще, он кидался пепельницами в них, он вот прям такой универоятно жесткий был. Но при этом он был великий человек, он был потрясающим гениальным педагогом. И то есть ему это было можно. По описанию похоже на гениального педагога. Мне кажется, это как в фильмах про кунг-фу, знаешь, когда тебя учитель писает палкой, ты становишься таким просто. Так это и есть кунг-фу. Так это и есть же кунг-фу, на самом деле, это же великие учения. Две крайницы. То есть для меня очевидно, что если человек так тратится на занятия, ну это же, во-первых, нужно кучу энергии потратить, чтобы орать два часа или сколько идет занятие. Чтобы кидаться, то есть видно, что ему... У него же не одна пара. Да, да, да. Он орать везде. То есть видно, что ему не все равно. Ну конечно. А ведь есть и другая крайница, и человек приходит такой, ну что вы там, подготовили что-то? Ладно, всем зачет. Да, всем зачет, достал телефончик. Ну конечно, да, есть крайница. Это же тоже херня, но это же тоже не обучение. Такой, давайте я просто тихонечко посижу, вы там что-то позанимаетесь. Но это же тоже не занятие, да? И вот понятно. Я бы скорее выбрал педагога, который орет. По крайней мере, видно, что ему не все равно. Он горит этим, просто он слишком экспрессивен. Он в роли просто. Ну да, да, да. То есть ему... Вы переигрываете. Сзадней парты крик. Болеет во всех смыслах этой своей профессии. Ты переиграешь. Нет, бывает такое, что просто орут в пустоту. Вот бывает, вот бывает, как бы, вот та крайность, которую как раз надо вот пойти и увольнять, которую просто вот они так же издеваются, так же кричат, но за этим ничего не стоит. За этим просто вот стоят какие-то собственные комплексы, нереализованности. Это прям даже иногда неоправданная жестокость есть в этом. А у них же, наверное, есть какая-то закостенелость. Конечно. Про это я и хотел спросить. А что дают педагоги с 30-летним? Вряд ли вам предлагают посмотреть, не знаю, сериал «Светлячок». Вы знаете, ребята, стоит посмотреть сериал «Светлячок», чтобы понять какой-нибудь, ну, какой-нибудь пример, который я вам привел. К следующим звездный крейсер «Галактика», к следующей неделе. Подготовьте, пожалуйста, все четыре сезона. И краткую критику мне напишите. Курс «Как попасть на Netflix». Иногда советуют что-то посмотреть из современности. Да нет, вот эти, которые с 30-летним стажем, которые отказываются что-либо видеть современно, такие есть. Вот, например, в Щукинском училище есть такие педагоги, которые запрещают студентам ходить и смотреть спектакли другие, например. Потому что они считают, что это все, высовской современный театр. Это же тоже, это как школа кунг-фу. Нельзя ходить к другому мастеру и смотреть. Да, да, вот нельзя. Запрещенное. Вот я сейчас, я сейчас снова же учусь, я сейчас уже на режиссера учусь. И вот у меня мастер, это великий русский режиссер Юрий Николаевич Бутусов. И он, наоборот, у нас постоянно отправляет смотреть, вот нам нужно все видеть там, и все спектакли, которые выходят там, и кто-то из других педагогов там обсуждает фильмы. А ты на режиссеру театрального учишься? Да. Ну, я вообще больше как-то на театр ориентированным. Вот. Я понимаю, что это сейчас не надо в это уходить сильно, в эту тему. Почему это? Ну, потому что, наверное... Денег там явно не поднять, да? Ну, имеется в виду тема нашего диалога, ну, чтобы мы не ушли туда сильно. Почему? Мы о тебе сегодня разговариваем. Ну, смотрите, как бы вопросы там. Мы уже с Глуховским все обсудили. Чтобы это контент был интересен. Нет, только последний вопрос про топе. Нам весь контент интересен. Нет, нет, последний вопрос про топе, чтобы закрыть их, да, такой, о чем сериал-то вообще? Вот у тебя есть интерпретация, что это было? Потому что, когда сериал закончился, все посмотрели последнюю серию и такие... Вообще-то мы думали, что будет по-другому. Смотрела ли ты на Ютубе разборы? Да. И вот, кстати, разборы на Ютубе... Ну, я читала какие-то теории, но для меня это такая история про сознание человеческое, конечно. То есть все равно как бы топе — это такой... И даже, ну, сейчас дальше так скажу, вот там уже у всех героев главная, как бы, вот, то есть страшилка, которая с ними происходит, главным всем ужасом, который с ним творится, это их собственный страх. То есть он как бы вылезает и становится тем, что его, ну, грубо говоря, пугает. В общем, от чего они бегут, к тому они в конце концов... И у каждого же человека есть вот в его голове что-то, вот самое главное, что он как бы прячет, избегает, все время куда-то, куда-то на что-то другое смотрит, старается не замечать, а оно так или иначе его жрет все время, оно является все равно неотъемлемой его частью. Вот топе — это место, где вот то, что ты от себя прячешь, вылезает и становится перед твоими глазами. И ты уже не можешь от... То есть вот там же слоган, что типа от себя не убежишь. И, собственно, так это и есть. И для меня это вот какая-то история с собственным сознанием про то, как возможно или невозможно это победить в себе. И как человеческий страх, и как вообще, ну, действительность человеческая, порождающая эти страхи, может убить человека или, наоборот, вылечить его, возродить. Но заканчивается тогда все мрачненько. А там же непонятно, уехала Соня или не уехала. Это круг или не круг? Вода или не вода? Голова это была или не голова? Там все так как бы остается вопросами. Остается вопросами, наверное, не надо давать на них авторам какого-то прямого ответа, чтобы это все-таки были. Я считаю вообще, что любое хорошее искусство, оно тебе дает не плакатную, не стенгазетную какую-то правду. А оно тебе создает прецедент для размышления. Да, это пишет для размышления, безусловно. Пишешь из этого как-то без мнения режиссера, без мнения сценариста, а вот именно с каким-то своим чувственным пониманием произошедшего, переносишь это на себя и как-то с этим проживаешь. Вот это тогда, я считаю, что тогда какой-то акт искусства произошел. Абсолютно. С этим согласен. Но у меня есть ощущение, что вот современный зритель требует ответов на все вопросы. Тем более, мне кажется, от сериала. Потому что сериалы, да. Почему в этой сцене происходит это? Как это? Опишите мне, пожалуйста, мир с некой его внутренней логикой. Постоянный вот этот поиск отсылок. Ага, смотрите, вот эта отсылочка. Это значит какой-то зашифрованный какой-то... Да, один из самых популярных отзывов о топе, типа, мы смотрели и вместе всей семьей искали отсылки. Да, да, да. Ну их там много, но они не главные. Просто вот есть современный зритель такой, которому тоже, получается, надо как-то чуть-чуть потрафливать, потому что, ну, чтобы делать популярные вещи. Хотя я с тобой полностью согласен, что не должно быть никаких полных ответов. Никакой буквальности, да. Никакой буквальности, да. Но такое ощущение, что вот люди привыкли, что ли, к этому, если вот они смотрят какой-нибудь западный сериал, к этому отчасти приучили. Что мир должен быть построен, логичен. Потом, чтобы появилась Википедия по этому сериалу. Там была написана биография всех героев. И что было до, а главное, что было после. Объясните мне, пожалуйста, что с ними случилось после, как они жили там долго и счастливо или не жили. Вот. И поэтому вот, ну, я просто это как бы вот вижу. Сериал «Тьма», например, очень понятный и очень логичный. Всем все ясно. Ну, как и все хотят, чтобы за них подумали. Ну, да. Нет, даже не подумали. Обосновали скорее. Ну, да. Потому что мне кажется, сейчас такое вот поколение, которое мое, вот чуть старше, чуть младше. Мы все такие очень головные. Мы вот здесь все. У нас как бы энергия вся сосредоточена в мозге. И поэтому мы не очень как бы… мы вот поэтому сразу склонны к анализу, отсылке вот о чем поговорить. Это ваше поколение так о себе думает, я правильно понимаю? Это, ну, как бы, по-моему, это какой-то факт, который можно… я не говорю, что мы все умные. Я не об этом. Я говорю то, что все, типа, такие… все очень… все чувство ушло в интеллектуальность. Вот такое. То есть мы все хотим подумать. Мы все вот как бы… Ну, рациональность некую такую. Ну, да, скорее… Рацио, да. Ну, как бы, я говорю интеллектуальность, я не веду просто вот это вот пространство на человеческом теле. Вот здесь. И все, что в нем лежит. И, конечно, как бы, мы все хотим, чтобы все было логично, чтобы все было объяснено. Чтобы объяснили правила игры. Да, что вот как бы мы… а на самом деле, если многие вещи просто вот выключить эту зону и попробовать включить какие-то другие, многие вещи станут яснее. И в топе в том числе. Потому что это все-таки очень чувственность. Тебе не кажется, что это еще может быть связано с тем, что с распространением интернета очень много… Очень многие люди получили доступ к инструментам публикаций каких-то своих вот этих. И там от ЖЖ до, не знаю, заведи себе паблик, и вот ты кинокритик. Ну… И у этих людей существует запрос на то, чтобы все было, как Витя сказал, объяснено, предельно логично, понятно и так далее. Сейчас же можно взять этот фильм, разобрать буквально по кадру. У тебя есть все инструменты. То есть сейчас любой 16-летний блогер, он может этот фильм полностью по кадрам разобрать и выложить на YouTube свое расследование на 3,5 часа. В наше время, да, такого не было. Ты на кассете фильм посмотрел. Да. Класс. И вот у тебя реально в голове уже какое-то представление. Ты… да даже если ты захочешь, ты не получишь ответ на эти вопросы, потому что, ну, как бы, где ты их возьмешь. Вот. А сейчас каждый фильм разбивается по кадрам, анализируется сообществом сразу. То есть это же получается такой, ну, нейросеть в каком-то смысле, да. И тут любую даже загадку, которую ты заложишь в фильм, она вот этим вот роем, да, она максимально будет разобрана за секунды. И мне кажется, что современные сейчас вот сериалы, когда снимают, они специально заставляют вот некие загадки, чтобы вот эти вот любители разобрать все на запчасти, они получили тоже свою пищу для размышлений. Наш любимый пример. Мы его много раз приводили, он уже задолбал наших слушателей, но ты ни разу его не слышал. Ты знаешь фильм «Робот-полицейский»? Скажи «да». Да. Соврала Софья. Фильм «Робот-полицейский» и Пола Верховина. Полицейского убивают, из него собирают киборга, у него в ноге пистолет, он говорит «Friends, call me Murphy, you call me Robocop». Круто. А, Робокоп? Да. Да, я знаю. Потом в 2000 каком-то... Фильм «Робот-полицейский». Да, да, Робот-полицейский. Полицейский-андроид. Рыбокоп. Современный Робокоп какого-то 2012 года, где максимально долго показывают, что же это за человек, потом, что он, значит, скучает по семье, и что вместо того, чтобы ловить преступников и доставать пистолет из ноги и делать дру-дру-дру, он едет к этой семье, потом задает своим создателям вопрос и покажите мне, из чего я сделан. И тебе показывают там как-то половину легкого, одну почку и там какой-то кусок желудка. И это большая часть экранного времени на объяснение того, из чего сделал Робокоп, чтобы люди, которых описал Виктор Викторович, поверили в настоящесть этого фильма. Достоверность персонажа. Достоверность происходящего, да. В случае с Полом Верховеном это вообще никого не волновало, потому что там все было сделано настолько круто, что ты не спрашивал себя. «Мне кажется, если сейчас вплотную расстрелять человека из дробовика, такого киборга из него уже не сделать». И типа 16 карточек от «Медузы», знаешь, ну то есть… Нет, вот, знаешь, нелогичность действий главного героя заставляет не верить мне в этот фильм. А нет, еще аудитория, да. «Пистолет не той системы», знаешь, это вот отдельная категория. «Цевье не с той стороны». Ну, есть одна фраза, которая говорит, сейчас вот мой мастер, у которого учусь, Бутусов, он говорит «все возможно, если это художественно убедительно». Вот если делается что-то вот настолько убедительно, даже пусть там будут какие-то логичности, даже с точки зрения физики и химии, но если это художественно убедительно, если ты к этому подключаешься, если ты как-то веришь этому вот именно эмоционально, то у тебя не будет вопросов типа, ну, конечно, всегда найдутся те, кто будут говорить. То есть ты имеешь в виду, что на глобальном уровне с точки зрения твоего художественного руководителя речь идет о том, что этой объяснялкой вот этой вот прикрывают недостаток качества. Ну да, вот если человеку просто, если в человека не попало, грубо говоря, он всегда найдет до чего доебаться. Ну, то есть типа всегда найдется. Но если в тебя попадает, тебе уже будет неважно там, кто кому брат, сват, кто умер, кто жив. Тебе и самое главное все равно ведь в любой картине… Это будет лишь пристройка к смыслам твоим. И самое главное ведь все равно как бы человеческая история, ситуация, как бы включаешься, чтобы ты включился в это, а все остальное уже… Ну, конечно, всегда найдутся те, кому не понравится и кто захочет разложить это на неправду, где там она сокрыта, где она спрятана. Всегда такое будет. Но главное, да, чтобы это было именно художественно убедительно. Театр и кино. Почему не туда, почему сюда? В театре есть вещь, в которой в кино, особенно в русском кино, очень мало. Это процесс. Что ты называешь процессом? Ну, как бы, допустим, если вы ставите пьесу на сцене, что происходит там? Вы собираетесь, вы садитесь. У вас там есть эта пьеса. У вас есть какое-то определенное количество застольного периода, когда вы обсуждаете, как бы, все касательно вашего персонажа, все смыслы, которые там есть. Мотивация. Вы изучаете все вокруг этой пьесы, если это хороший режиссер. Вы там изучаете все… Ну, как бы, не хорошее, там, я люблю, например, когда так. Там изучаете все вокруг этой пьесы, там изучаете этого автора, потом там вы начинаете это репетировать. У вас, прежде чем вы выйти в премьеру, у вас количество репетиций, ну, идет несколько месяцев. А иногда бывает, что там некоторые режиссеры репетируют годами, прежде чем выйти на зрителя. Чтобы выйти на зрителя в кино, то есть выйти перед камерой, вам нужно, ну, иногда прочитать сценарий. Даже не все артисты это делают. Есть артисты, которые даже сценарий не читают. А, то есть кино прям вот совсем… В кино… Кино это КАЛ, например. Ну, вот в случае с Владимиром Владимировичем Мирзоевым, это, поскольку он театральный режиссер, у нас был этот процесс, но такой, как это позволял вообще устройство кинематографа, потому что у вас нет репетиций. Там у нас была одна встреча перед началом съемок, когда мы обсудили там все, почитали что-то, задали все вопросы, а дальше были репетиции перед выходом в кадр. И все, как бы у тебя на этом весь процесс, он заканчивается. Вы все как бы работаете на результат. Там монтаж иногда сделает больше, чем понимание артиста, смыслов этого сценария. Все как в подкастах. А то есть тебе нравится сам процесс вот этот? Конечно, мне очень нравится этот процесс. Я правильно понимаю, что в современной России мы говорим о том, что процесс или мани? То есть в кино... Процесс или результат? Я ничего не знаю об этом, я не хочу сейчас тебя как-то подколоть. Ну, не всегда деньги. Объясни, пожалуйста. Ну, не всегда деньги. Ну, то есть все равно как бы, да, там, собраться лишний раз порепетировать артистам, с артистами, у которых сцена стоит 800 тысяч, это лишние 800 тысяч. Это просто очень дорого в кино этот процесс организовывать. И там, допустим, вот когда советский кинематограф был, когда все снимали на пленку, и у тебя был один дубль все снять, были репетиции. Вот этот процесс, он был. А сейчас, когда вы можете снять 60 дублей, его стало намного меньше. И потом еще в кино есть огромное количество хитростей. Ну, то есть, грубо говоря, там, артисту, чтобы там сыграть на сцене, испуг от того, что там... Вот это рассказывал, это рассказывалось такой режиссер Юхананов, он рассказывал такую историю, он говорит, артисту нужно было в кино идти, 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 и резко обернуться, посмотреть в кадр от того, что он испугался. И он никак не мог это сделать. И тогда режиссер взял бутафорский пистолет, и когда тот шел, выстрелил в воздух, и он обернулся. Вот, а там как бы это должно было произойти от какого-то вот именно его внутреннего посыла, что он вдруг обернулся. Если бы человек это играл в театре, нужно было бы найти огромное количество объяснений, нужно было бы ему догадаться, почему так, нужно было бы ему почувствовать, и он должен был бы это сделать здесь и сейчас, исходя исключительно из своих внутренних вещей. А в кино можно просто выстрелить. Ну, то есть, вот она разница еще есть. Но при этом аудитория сериала, фильма и аудитория спектакля все-таки, это разное количество людей. Тебе не обидно, что ты тратишь столько времени, усилий и каких-то внутренних ресурсов на то, чтобы показать результат в сильно меньшей группе людей? А зато она будет сильнее заинтересована. Ну, то есть, там, как бы... Вот сейчас в России, кстати, входит в театр, по-моему, даже меньше 10% населения. Я как раз и про это еще хотел добавить, потому что особенно теперь, в связи с пандемией и вот этим всем всем... Я думаю, и до пандемии тоже не... Это понятно, да, это понятно. Вот, но особенно теперь. То есть, куда ты лезешь? Это не похоже на безопасную дорожку. Ну, я скажу так, я на самом деле, я какая-то, видимо... Или ты не ищешь этого? Ну, вот один педагог тоже мой мне говорил, когда я училась, он говорил, Соня, тебе не хватает тщеславия. Где твое тщеславие? Что? Как бы там, не знаю, нам раздают пьесу какую-то, там все выбирают... Там нужно, как бы, делать заявки на роли, все девочки фигачат на главную героиню. А мне там понравилась какая-нибудь, там, десятая в списке. Вот она мне понравилась, и я на нее ношу. И мне все говорят, Соня, где твое тщеславие? Ну, в смысле, главное, почему? Вот, не знаю, вот у меня этого нету. Мне не хочется, чтобы меня... Более того, мне сейчас даже стало неудобно, потому что я сейчас понимаю, что меня где-то узнают, и я начинаю ловить себя на том, что там я иду по какому-нибудь торговому центру, и я сразу слежу, как я иду, чтобы там... Ну, то есть, ты сразу начинаешь себя ловить на это. Ты начинаешь себя вести, начинаешь вести. И такая, включила походку, купила пельмени, такая. Хо-хо, пошла. И вышла. Да-да-да. И грешки. Ну, погоди. Ты собираешься хворить. И, кстати, такое было. Я пошла в Дикси вот такая с утра, выхожу, и мне такие, классные сериалы. И я такая, спасибо. Готовься. Готовься. Это чутище. Теперь ты будешь в себе в торговом центре, такая, так, фудкорт, я, пожалуй, пойду. Вы из подкаста отвратительные мужики. Какая крошка картошка. Да-да-да. А звук у вкуса. Возвращаясь к процессу. За готовыми салатами. К процессу. Ты говорила, что... Фраза такая бронила, что типа, ну, по крайней мере, в российском кино. То есть, все-таки в западном вот этот процесс, он... Есть. Ну, мы все же знаем мемы. Бейл готовился на роль тумбочки, да, и год провел в Икеи. Ну, то есть, там, ну, там же постоянно появляется мем именно про Бейла, потому что он постоянно то-то там, то-то гигантский, то там, да, то там максимально сушится. Ну, то есть, это же очевидно, что этот процесс занимает, да, не неделю, да, перед съемками. То есть, в принципе, в западном кино они вот стараются, да, в этом. Они там узнают за несколько месяцев, что они утверждены. Они эти несколько месяцев готовятся. Более того, там есть даже специальные коучи. То есть, там есть режиссеры, да, которые занимаются. А есть специальные коучи, которые готовят артиста к его роли. То есть, вот... То есть, коуч знает его роль лучше, чем сам. Ну, он как бы, вот он такой, он режиссер-педагог. Такое было, кстати, тоже в советском кинематографе, это было распространено. Был режиссер, а был режиссер-педагог. То есть, человек, который помогает артисту подготовить его персонажа. И там прям серьезно, ну, то есть, там как бы серьезнее к процессу относятся. Там то ли на это ресурс есть, то ли как-то просто в целом устройство другое. Ну, там почему-то это... А сейчас вот я... А ты вот несколько раз сказала про советскую школу. В итоге что, просрали, что ли? Ну, я не сказала бы прям, что просрали. Просто все очень сильно поменялось. И система поменялась. И сейчас как бы очень много в кино... Очень большое место занимает продюсер. То есть, вот там, допустим, Тарковский, когда ему нужно было снять фильм «Зеркало», ему нужно было, чтобы поле было засеяно вот наполовину рожью, наполовину травой. И как бы, чтобы наполовину рожью и наполовину травой, чтобы желтое переходило в зеленое. Он приехал туда за год засевать это поле, потому что ему нужно было это в кадре. И ни один продюсер бы ему не сказал, ну, в смысле, Андрей? Ну, блядь. Если не вырастет, подожди, ты че? Ты че? Никто бы ему ни слова не... Потому что, мне кажется, что вот там первостепенно все-таки стоял режиссер. А сейчас очень большое место занимает продюсер. И вот эта вот смена иерархии, мне кажется, и убивает процесс. Плюс я могу ошибаться, ну, как я вижу эту историю. Плюс стало как бы меньше, наверное, в этом денег всем. Ну, то есть, актеру недостаточно, как Бейлу, да, сидеть в Икеа и готовиться к роли тумбочки целый год. Ну, потому что у него, ну, он как бы все-таки, это его работа, да, он должен там с ЖКХ платить, там, да, он должен где-то работать. То есть он обязан сниматься в других фильмах, да, там, и в рекламе, и на театральной площадке. То есть постоянно крутиться. Он не может себе позволить готовиться к одной роли целый год. Не может. И еще, кстати, на это очень сильно влияет то, что у нас... Блядь, я просто себе сейчас закрою путь в кинематограф своими высказываниями. А ты и не собиралась туда. А, нет, как бы я туда, я туда, я туда собираюсь, но это очень, очень точечно, так выборочно. Вот, но... Если никаких точечных вещей сейчас... Они уже больше платят, они могут на эти деньги жить несколько лет. Они живут на эти деньги, и до следующего... Они могут спокойно готовиться, у них там багаж лежит в банке, все, чтобы спокойно это делать, ни о чем не задумываясь. А у нас, конечно же... Ну, мы помним Ефремова, да, когда во время этой ситуации, когда его, когда уже все случилось, и к нему подбегают с этой камерой, он такой, да у меня денег дохуя. А топи вообще не собираются куда-то продавать? Ой, это я не знаю. Нет таких слов, не знаю. Надо было спрашивать у другого гостя. Слушай, ну это получается такая замкнутая история. То есть ты начинаешь сниматься в каком-то дешевом дерьме, и у тебя из-за этого падает и самооценка, и все на свете, и заодно и гонорары, и потом тебя в дорогое дерьмо уже перестают звать. Бывает так часто. Типа ты же здесь снимался за 300 рублей, почему вдруг здесь за 500 тысяч? Ты же у Адреасяна снимался, да? Он ноги, кстати, снимается. Есть просто режиссеры, которые не берут людей, которые снимаются. Бывает, что люди снимаются в говне, но это говно никто не видит. И никто там не смотрит уже из режиссеров, где они снимались. Но если там человек снялся в какой-то очень яркой роли в ситкоме, ну типа вот, не знаю, «Моя прекрасная няня», вот ты снялся в роли няни, и тебя уже вся страна воспринимает как мою прекрасную няню. И как бы никто тебя не возьмет на роль Мидеи после этого, потому что всем будет немножко забавно на это смотреть. Надеюсь, я Заворотнюк сейчас не оскорбила. Я бы сказал. «Я за Заворотнюк». Все прекрасно, просто я привожу это как пример, потому что это стало прямо, ну, эта роль стала прямо, ну, все ее знают. Ну, а с другой стороны, может быть, многие актеры, да, вот начинающие, может, они даже мечтают попасть вот в такой сериал. Да, есть, конечно. Бесконечную ебанку ты имеешь в виду. Да, зато ты станешь узнаваемым, у тебя будет работа, ты как-то… Да-да-да, экс, к слову о том, что Соня говорит, как зовут артиста, который играл Рика Граймса в «Ходячих мертвецах», и он отказывался от всех ролей, потому что ему предлагали только боевики. Чувак, ты сыграл шерифа в мега-долгоиграющем сериале, ну, теперь ты на всю жизнь шериф. Можно как Мэтью Маконахи, который просто в один момент отказался от всех предложений. Просто на два года сел, на два года, кстати, занимался актерским мастерством, он его совершенствовал, и вышел вообще другим. Да, но у него были ресурсы, видимо, чтобы этим заниматься. Вот-вот-вот, да. Ну, он до этого очень хорошо успел заработать, конечно же. Но как бы вот сам факт, что я не представляю, ну, вот я не знаю, может быть, они есть, есть ли русские актеры, которые бы вот так бы решились бы сделать. Потому что мы все очень боимся потерять вот это вот, то есть мы ловим какую-то волну, и все очень боятся ее потерять, и все начинают соглашаться, да, на те же самые роли, играют то же самое, просто текст меняется, но главное, чтобы было, потому что, конечно, это очень страшно потерять. Вот, поэтому, да, тут как бы, с одной стороны, нельзя никого обвинить в том, что они там этого не делают, потому что у них просто нет такой возможности. Вот. Но, с другой стороны, как актерам тоже есть. Ну, вот, Нагиева вспомнили, да, ведь долгое время это подполковник Задов. Прапорщик. Прапорщик, извините. Сейчас тебе столько прилетит комментариев. Подожди, 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 подожди. Теперь ты уже полковник? Теперь уже полковник Задов. Ну, так он нормально. Был подполковник, стал полковником. На минуточку, теперь это полковник, да. Ваше сиятельство. Вот, и, да, и вот в итоге сейчас, как бы, он сейчас играет Чикатило у Андреасяна. Он играет Чикатило? Да. Да, в сериале Андреасяна. О, я даже не знала. Ну, из этого типа пытались сделать секрет как-то нелепо, хотя до этого он сам рассказывал там в нескольких местах, что он будет играть Чикатило. Только ц. Только ц, никому не говорит, да. На первом канале в прайм-тайме рассказывает. А до этого он сыграл... Как это, мужчина, у которого... Непрощенный Калоев. Точно, непрощенный. Калоева сыграл, да. Вот, да, Калоева, да, да. Кстати, опять же у Андреасяна. И у Дудя, Дудь его спрашивал, что вы играете во всяком говне. И у Дудя он играл Дудя. Да, у Дудя он играл Нагиева. Так. А тот, что его ответил? Нет, не помнишь? Чем ты еще сейчас занимаешься? Ты играешь в театре. Я не играю уже в театре. Уже не играешь? А почему? Да. Я пошла учиться, я пошла учиться. Ну, с чего ты вдруг решила еще поучиться? У меня есть такая вообще история, как я вообще пошла заниматься этой профессией. Моя такая очень милая, романтичная история, что я один раз попала случайно на спектакль. Ну, я вообще, я в театре, ну, как-то я так, я очень холодная была к этому делу. Потому что я, ну, попадала, как большинство людей, которые холодные к театру, они просто не те спектакли смотрят. Я вот так рандомно пошла на спектакль с подружкой, оказалась в театре Сатирикон на спектакле Король Лир Юрия Бутусова. И я была в таком шоке от того, что я увидела. Мне кажется, у меня, вот, в то время мне было 15, мне кажется, я такого катрасиса вообще не испытывала никогда. Там произошла, там какая-то магия нереальная была в этом спектакле. Он был фантастический до самого закрытия этого спектакля. И все, и мне после этого как моча в голову ударила. Все, я уже не могла, я прям, я хотела, я хотела вот таким театром заниматься. Я просто, ну, я прям хотела туда. И вот я пошла, отучилась на актрису, уже работала в театре. Вот я как-то сижу у своей знакомой дома. Она поступает как раз в театральный институт, там уже несколько лет. И она говорит, вот, а ты знаешь, что Бутусов в этом году набирает? Я вот так сижу, что-то с кофейком, вот так поднимаю глаза и говорю, я поступаю. Вообще все. А до этого была какая-то другая мечта и карьерная идея? Ой, были там, мне было 15 лет. Там всевозможные идеи были, там, вплоть до ветеринара, психотерапевта. Хочу быть летчиком. А? Летчиком. Ну, вообще первая моя профессия, которую я мечтала, я хотела быть канатоходцем. Собственно, я и хожу, как бы, теперь на грани. Так оно, собственно говоря, и стало метафоричным. У Виктора была серия вопросов. Да-да-да, не, не то, чтобы серия по поводу ролей в театре. Мы наткнулись на интервью Татлеру. Татлеру? Да. Мы искали твои интервью. Ты не даешь интервью никому? Нет, я даю интервью, я иногда даю интервью в журналы, но они выходят печатными изданиями, их нет потом. Они остаются. Ты читала интервью в Татлере? Ну, это модные журналы, у них там свои нацеленности, свои темы. Подожди, какие журналы? Что там, Караван Истории, Семь дней? Нет, 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 у меня дважды был Инстайл, был Татлер, вот сейчас вышел Харперс Базар, что-то я еще забывала. И это все модный журнал? Гламур был, да. Ну, гламур, понятно. А вот это все журналы про фэшн и так далее? Ну, это фэшн, потому что я, помимо всего, я еще друг дома Шанель. Так, а что это такое? Амбассадор? Нет, нет, это не амбассадор, это называется друг дома, это как бы вот у Шанель есть друзья, они состоят там из актеров, певцов, просто каких-то светских людей. И вот как бы дружба состоит в том, что как бы там Шанель, там им устраивают интервью, журналы, съемки, там просто встречаемся, там где-то обед, ну там по-разному. А мы там в свою очередь, там есть какое-то мероприятие, мы уходим в их одежде, то есть как бы там снимаемся, собственно, для журналов только, вот я снимаюсь для журналов, я только в Шанель. А чем это отличается? А сегодня ты в Шанель? Нет. Вот чем это отличается от амбассадорства. Вот, собственно, нет, ну как бы они... Закроем квадратом вот так вот, знаешь, просто голова, только голова. Вот, ну, отличается от амбассадорства, что нет никаких контрактов, ваши договоренности доверенные, они вот как бы... То есть ты не обязан всегда быть. Да, но я знаю, что там я не пойду там сниматься, допустим, для другой какой-то марки, которая их конкурент. Для Bosco Sport. Вот это Раша. Россия. Россия. Вот, ну да, вот такая вот, я так очень грубо говоря. Просто вот как раз в этом интервью, именно про актерскую карьеру, и здесь интересный есть абзац, значит, группу под руководством Сергея Безрукова, выпускница Гитиса, попала год назад и теперь танцует волчицу, бандерлога, рыжего пса и золотую статую в книге «Джунгли». Да, был спектакль книга «Джунгли», где была просто, это был ад, потому что... А он какой-то танцевальный, то есть вот танцует волчицу, то есть... Да, и это были все танцевальные партии. А вот танец... А, ничего не такое, что это один спектакль. Это один спектакль, в котором было около семи переодеваний за спектакль. И ты там быстро за сценой отрываешь хвостом, да? Ты отбегаешь, да, а там еще очень красивые, сложно сочиненные костюмы, которые ты надеваешь сначала такой боди на все тело, сверху надеваешь жилетку, на жилетку тебе какую-то еще полоску, тут еще хвост, тут еще вот это, потом ты обматываешь что-то вокруг ноги, там вот такие, и они, правда, очень красивые были. Я сейчас сначала в Фури представил костюм такой, знаешь, там костюм волчицы, там... Не-не-не, не как вот эти листовки раздаю, не-не-не как листовки. С амбразурой во рту, типа вот это. Нет-нет, а вот прям вы можете прогуглить, посмотреть. Зебра, это 300 рублей. Очень художественные, красивые костюмы, они не впрямую. То есть ты не похож на сцене на волка, ты именно человек в костюме, вот, ну, как бы, мне даже сложно описать слова. Я примерно представляюсь, я видел мюзикл Король Лев, и вот у них очень интересные костюмы, это все еще люди, это не, опять-таки, не голова льва, вот это вот здоровенное. И это очень замысловатые костюмы, в которых больше символизма какого-то, чем буквально. Да-да-да, вот это были такие костюмы, и ты выбегаешь, тебе четыре человека все это с тебя снимают, натягивают на тебя. Ну, а вот только золотая статуя была похожа на статуи, то есть ты был весь, даже маска такая, от которой у тебя кружится голова танцевать, потому что в ней невозможно дышать. И, да, вот только золотая статуя была похожа на статуи, да, остальное все было. И там еще детский спектакль, он играется два раза за день, и ты умираешь. А, один в 8 утра, другой в 9 утра. Ну, типа в 12 и в 3, вот мы играли, в 12 и в 3, по-человечески. Первого января причем еще. Вот, но это был очень красивый спектакль детский, прям, и взрослые тоже вот так его смотрели, очень классный. Вот, да. А танец Бундерлога как? Да, да, мы там реально этими макаками скакали, там были там такие горы, такие с лианами сделаны, мы на них залезали, там висели на них, кричали, танцевали, тоже был отдельный танец. Крутой опыт. Жаль, что мы, я так понимаю, уже не увидим тебя в роли... Жаль, что мы уже не дети, хоть. Не увидите, но сходите в губернский театр, там, если есть дети, сводите их на Маугли. Слушай, я туда иду на... Причем без детей. 3 апреля я иду в губернский театр на что-то... Забыл, как называется. Вот человек культуры. Балерина что-то такое. Балерина? Ну, короче, я просто вспомнил, что я туда иду. Я сам забыл. Так, про балерину. Жена купила билеты. Не-не, я купил. А, может быть, вы идете... Там просто еще есть... Там в одном здании с губернским театром есть балет. Или вы не на балет идете, именно на спектакль. На губернский театр. Балет балерина? Это в его стиле было. Разберемся. Ну да, я просто не знаю, не помню, там, может, новый спектакль. Я уже не знаю. В общем, советую. Я просто вспомнил. Ну, давайте тогда для слушателей небольшую, так сказать, ликбез-часть про спектакли, на которые нужно... Как это? Про то, что не любишь театр, потому что ни разу не было на нормальных спектаклях. На хороших спектаклях. Да. Каким образом, вот, чтобы никак, Александр Юрьевич себя вести. Я что-то иду куда-то там. Что-то балерина какая-то, блядь. По акции. Купил билеты в интернете. На биглево. Убей купон. На биглево нет. Да, слепую взял, цену увидел. Смешно. Смешно. Двести двадцать два рубля. Жена, идиот! Поехали. В театр! Это смешно. Да, каким образом начать вдруг в этом ориентироваться? Ну, предположим, человек... А может, просто топ-5 спектаклей, на которые нужно сходить до конца жизни? Вот я сейчас... Тут важно понимать, если все-таки это ориентировано на... Вот сейчас мои советы будут ориентированы на зрителя, которые не ходят в театр. И вот именно, чтобы пойти и впечатлиться, либо это прям спектакли, которые надо посмотреть уже, там, они могут быть непонятные, экспериментальные, которые вот... Это скорее для тех, кто ходит все-таки. Ну да, для тех, кто... Для искушенного. А давай и так, и сяк. Начнем с неискушенных. Давайте. Неискушенный. Надо сходить посмотреть спектакли обязательно, собственно, мастера моего. Это спектакль «Барабаны в ночи» в театре Пушкина, также «Добрый человек из Сизуана» в том же театре. Спектакль «Король лир» в театре Вахтангова. И можно «Туменосы» еще спектакли там же в театре Вахтангова посмотреть. Потом спектакль «Месяц в деревне» в Амхате Чехова. А если... Ну вот это такое, наверное, уже более для... Прогвинутых. Для более все-таки искушенного. Есть такой прекрасный театр, он называется «Около дома Станиславского». Он малоизвестный. И вот там есть режиссер главный Юрий Погребничко. Он делает такие прекрасные, тихие, очень глубокие, такие уютные, негромкие спектакли, но невероятно интересные. И он их делает... Он человек, который занимается глубоко философией буддизма. И у него артисты прямо через медитации, через... Ну вот там как бы все очень сильно на этом стоит. Ну говоря о буддизме, я имею в виду не хатха-йогу, конечно, а какие-то более глубокие вещи. Это какой-то психоделический опыт будет. Микродозинг грибов на кармане посещения. Мне, кстати, если... Мне кажется, будет очень интересно, если в таком состоянии прийти посмотреть. В расширенном. Это прекрасный малоизвестный театр. Есть также один из моих самых любимых театров, вот это посмотреть и охренеть. Есть прекрасный театр, называется он «Реликиниада». Это театр Вадима Демчога. Все его знают по роли в интернах доктора, но он все время бухой. Вот. А если забыть про эту роль, это на самом деле абсолютно фантастический человек, который создал удивительнейший театр. Просто там неподготовленный зритель будет весь спектакль сидеть вот так вот просто. Это прям невероятно впечатляюще и очень глубоко, многоуровнево. И вот те, кто пологичнее любят, там тоже будет им интересно покопаться. Вот. Так, а для знатоков театра? Ну, я бы не сказала, что я прям сама такой уже знаток театра. Ну, это в комментариях на YouTube будет. Нет, к сожалению, нет уже его в живых, но можно посмотреть в записи спектакля «Эймунтаса Некрошуса». Это такой литовский режиссер, великий тоже, он не так давно умер. Но, по-моему, в Литве до сих пор идут его спектакли, их можно поехать посмотреть, я очень хочу. Но можно посмотреть в записи, и даже, мне кажется, неподготовленный зритель, там будет много вопросов, потому что, во-первых, это на литовском. А если микродозинг? А если микродозинг, то это сразу станет на родном, откуда бы ты ни был. Не, на самом деле, это просто, это очень такая глубокая, невероятно крутая образная режиссура. Там, может быть, иногда непонятно, что происходит, но там даются такие образы, что даже несмотря на то, что они говорят на литовском, ты все понимаешь, что происходит, потому что тебе это так преподносит, что ты воспринимаешь это нелогично, а вот здесь, отсюда. Ну, это, кстати, есть хороший пример из близкого нам мира видеоигр. Помните игру Brothers of the Sons? Может, ты даже играла? Нет. Там всю игру персонажи разговаривают на вымышленном языке. И нет ни субтитров, ничего. Но ты все понимаешь, что они имеют в виду. То есть обстановка и центральная идея таким образом построены, что это не нужно. Это очень хорошо отдано все зрителю, что это значит, что не верхними слоями с тобой разговаривают. А, еще забыла, это для тех, кто первый раз пойдет в театр обязательно, спектакль Дмитрия Крымова. Вот Дмитрий Крымов, это сын Анатолия Эфроса. Я думаю, что Эфроса все слышали. Конечно. Это был такой, да, великой сын. Я на тебя сейчас так же смотрю, как ты на меня полминуты назад смотрел. Анатолий Эфрос. Нет, ну Эфрос. Ну ты слышал хотя бы. Но Эфрос, ну где-то там родители точно говорили, потому что это был один из самых великих советских театральных режиссеров. Вот у него есть сын Дмитрий Крымов. У него, он уже ушел из этого театра, но есть такой театр школы драматического искусства, ШДИ. И вот там просто безумные спектакли, потому что Дмитрий Крымов, помимо того, что он режиссер, он художник. И вот у него спектакли, они наполовину режиссерские, наполовину художественные. То есть тебе прямо на сцене там создают декорации, их рисуют. Там как бы все, если придуман персонаж, он придуман не так художественно, что у тебя просто эстетический оргазм, когда ты смотришь его спектакли. Это все очень красиво. То есть даже если не поймешь интеллектуально, вот я говорю, да, там про неподготовленное зрительство, ты будешь просто охреневать от визуальной части. Вот, это будет невероятно красиво. А, ну еще для подготовленного, это, конечно, один тоже из моих самых любимых режиссеров, это итальянец Ромео Костелуччи. И у него есть спектакль «Инферно. Ад». И вот там начинается спектакль с того, что выходит сам Костелуччи на сцену, он надевает вот такой огромный костюм, выбегают бешеные собаки и начинают его терзать. Прямо на сцене. Давно мы не ходили в театр, хочу сказать. Слушайте, это как тигр, который выпрыгивает из манежа в цирк на зрителя. А какова вероятность того, что эти собаки переключатся на кого-то? А и как бы все там нормально, там стоят люди специально обученные, которые там… Ну, собаки все равно же там, это кинологические собаки. Да, конечно, я понимаю. Там на первых этапах просто льготные билеты, поэтому нормально. Как бы вот позиция режиссера в искусстве просто. Беглион как раз туда. Позиция режиссера, он выходит перед зрителем, и его перед зрителем терзает. Вот с этого начинается его спектакль. Просто вот как посыл, это очень красиво. Но там уже он такой, он тоже весь образный. Это, наверное, для человека, который больше уже интересуется театром. А не для вот этих вот… Ну, нет, ну просто как бы есть же какие-то свои театральные просто законы. Это я к тому, что… Ну, только меня собаки терзают на сцене, поэтому можете в обзорах ставить свою единую. Единицу из пяти, короче, чуваки, вот я вам показал, короче. Мне вообще похер. Ну, это круто, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok